шалом всем из божьего шалома екатеринбург у нас сегодня встреча домашняя встреча шалома и у нас гость пророк николай зайцев я думаю что у нас получится здравствуйте у меня свой парикмахер церкви поэтому не повезло я просто у себя в городе парикмахера искал одно время а город маленький деревня нету только не мучил по всякому постригали я все мучился думаю ну хоть бы один нормальный нашелся и потом одна девочка такая маленькая но такая худенькая такая зашел парикмахерскую она меня так быстро постигла не мучила и постигла меня прям классно вообще за пять минут я так обрадовался а потом она пропала я искал 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 они сейчас вдвоем у женой у меня в церкви они были зависимы и под их как то ли в центр то ли что то еще короче через я где-то в другом городе был мне фотографии пересылают служение с дремой парикмахер церкви стоит руки к богу я с тех пор благословен да у меня парикмахер есть слава богу они меня когда в эфире видят все все к нам уже все постригаться поэтому слава богу эффектно передает комплимент очень заметно хорошо спасибо не гора спасибо я одной женщине где в питере я прямо молился или молился или просто общался у меня слова она одевается очень классно прям вообще стильно игры вы так стильно одеваетесь настолько классно вообще она потом пошла и и бог через это коснулся вообще просто мне никогда так по стране говорили что я стильно одеваюсь игры в духе стильная и все четко зацепляясь за какие-то вещи чтобы вдохновить человека и бог через это приходит поэтому чтобы пророчествовать до чтобы пророчествовать надо просто любить людей все здорово здорово рада видеть вас спасибо что соглашаетесь да я же это я же раб раб божий я это тоже испытала когда ворс поехала у меня не было желания идти ну где-то еще служить мы думали вы из шалову будет прекрасно все свои аллилуйя и домой а тут пишет просто что нужно было поделиться выйти ну придите приехать к ним я говорю можно я не пойду я два дня ответ не могла дать и там есть другой еще один человек мой друг я его назвал ангел из лифта он пишет мне места описания кидает там написано что спасибо их овец там еще что-то там такое меня обречал по всячески пытался чтобы мне было как-то плоховатенько за то что я так поступаю я ему говорят понимаешь ангел из лифта есть как нигара она не хочет никуда идти она хочет быстренько свалить утром с ребятами со своими ну а если уже как бы нормально то конечно надо бы но я говорю дайте мне два дня думать он мне потом пишет ваши два дня дороже выходят каждый раз пока вы думаете билеты поднимаются я так смеялась поэтому я вас сейчас прекрасно понимаю что оказывается да мыть рабом это вот так вот а мне тоже орски писали николай повлиять на нигару я говорю сами не влияйте я говорю братья умываю руки грета это богу богу возможно говорю как-то это самое на мой проповедь смотри любаша вообще смеялась такая вот просто то вот как надо вот вот прямо всю проповедь просмеялась такая вдохновилась она класс вот как надо никакой фальши говорит нету вот как надо до трех часов общения было 9 40 проснулся мне боже боже но сейчас у меня такой голос у меня глаза такие знаете сонные вообще бог меня убивает я говорю ой мы сегодня хотим попробовать выйти через youtube как бы пробовать начать на youtube выходе да потому что столько людей пишут и все просятся на домашку зайти либо приехать мы 30 метров на от вас хотим приехать я и всем что-то отмазки напишу думаю пора попробовать давай буду сегодня попробуем просто пробу и получится вообще на youtube нам напрямую выходить у нас камера есть и дочки горе я буду сейчас это голову помою уложусь так порядочно выйдет я просыпаюсь от того что . приходит она экзамен должна была сдавать и я заметила что мне бог так делает дух святой чтобы я не нервничал не уложил спать и как будто и к владельцей спало меня будет о так старшая карина кричит ей рассказываю такadasxк загорела понять не могу прямо как программа ой карина мама щу не соображает учили больше порадиено Debatнял а заголоводоз обработал потому что рус increasing правильно я такая сейчас волос Schedule господь уже хотела порядочным видеть ну почему ты не делаешь непорядочной вот он хочет Вот настолько мне настоящее сделать, настолько мне опозорить. И вот я вижу, вот проще и проще, проще и проще. И куда дальше, я не знаю. Я даже, когда пытаюсь сложно говорить, думаю, ну все, Николай, наверное, сейчас выступил, как прямо вот супер, такие повороты. Мне потом спасибо, Николай, за такую простоту, думаю, поэтому я иногда пытаюсь выглядеть умнее, не получается. Все равно. Ну пускай, аллилуйя, пускай. Я все хотел раньше таким быть мужественным, таким, ну, оратором. Потом стрю в записи. Ручки так у меня, голос нежный. Бог говорит, не напрягайся. У тебя не получится быть, как Райхл Бонке. Ты сын утешения. Вдохновляй людей. Поэтому все, смиряемся. Аллилуйя. Думаю, что постепенно, кто YouTube будет видеть, там мы рекламы не давали, просто открыли, да, кто подписан на шалом, они будут видеть, и кто-то по-боже будет заходить. А так, как уже зашли наши, я по количеству вижу, но людей я не вижу, поэтому передаю микрофон вам, выключаю свой микрофон. Хорошо. Аллилуйя. Слава Богу. Ну, всех приветствую, шаломовцы, все, кто будут смотреть. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Господу. Бог творит все новое. Все новое делает. И мы сейчас живем в очень таком хорошем пророческом времени и вообще такое хорошее историческое время, в котором мы сейчас живем. я думаю, это время, потом уже мы через десятилетия будем вспоминать, как время какого-то пророческого ожидания, время, когда Бог обещает, обетование дает. Вот. И это очень сильно на самом деле. И я сейчас очень многих людей вдохновляю, чтобы они прожили этот сезон, этот сезон, делая в точности, что говорит Господь. Вот. чтобы нам на самом деле на 100% войти в то лучшее, что Бог нам обещает. Потому что атмосфера очень быстро меняется, очень быстро. насколько помазание растет. И я в другой раз удивляюсь, насколько атмосфера быстро меняется, насколько помазание растет. Насколько ты начинаешь видеть ангела, которого у тебя никогда не было, вдруг он появился. Ты говоришь, здравствуйте. И приятно познакомиться. Ты не чувствовал раньше рядом с собой эти вещи. И что-то очень так быстро и динамично нарастает, нарастает, нарастает. Я это называю, знаете, когда мы копим водянистые облака на своей жизни во время жатвы, во время исполнения обетований, эти вещи над тебя нарастают. И она начинает проливаться дождем. Дождем. И я всегда говорю людям, что воздаяние, которое мы ожидаем, вот воздаяние, да, как сказал Петр, Господи, вот мы все оставили, что нам будет за это? Воздаяние очень большое. Но мое чисто, вот мое личное ожидание, это даже не деньги. Деньги – это вообще прилагательные вещи. Быть богатым – это классно, но это прилагается к царству. Самое большое благословенное воздаяние, которое мы могли бы только получить, это помазание Святого Духа. Через помазание на пятигранное служение, на пятигранное служение. Сейчас те команды, те служители, которые росли, которые шли за Богом. И, кстати, мне Бог показал, что очень многие апостолы, пророки и очень серьезного уровня евангелисты, они сейчас служат вообще в маленьких церквях. Они сейчас находятся, может быть, где-то в деревнях, они находятся в селах. У некоторых из них церковь пять человек, где-нибудь, может быть, в Татарстане или в Башкирии. Но эти люди, на самом деле, независимо от того, какое у них было маленькое служение, и независимо от того, много у них было денег или нет, эти люди оставались верными, и они формировали правильный дух в своем служении. Вот сформировать правильный дух – это очень важно. И для служителей это вообще очень принципиально – защищать Божий трон, защищать истину, защищать Божье присутствие, не давать место дьяволу. Вот этот дух надо созидать, созидать. Можно иметь служение 20 человек, 15 человек, без разницы. Но там, где начнется сильное движение Святого Духа, как с Давидом, он просто с Богом ходил, и ураган пришел, и на весь Израиль шуметь стал, уровень служения пришел. Вообще неважно, какое у вас сейчас служение, вообще неважно. Можно быть домохозяечкой простой, но если вам сейчас уже к 70 годам подходит, а вы с 90-х годов, к примеру, с Богом сильно ходите, вы не переживайте, ваша жизнь, она еще, ой-ой-ой, вы еще погремите, ой-ой-ой. И некоторым из вас проглотите это пророчество. Если вы в возрасте, но вы понимаете, что ваши последние 25 лет, 20 лет, 15, были очень плодотворными, очень серьезными, и вы можете расписаться под каждым годом вашей жизни и сказать, что вы соблюдали Божий путь, я вам говорю, что вы не сможете умереть, когда вам будет 80, когда вам будет 90, когда вам будет 100, когда вам будет 110, на небо будете проситься, уже в истерике, когда вам будет 112. Но у Бога есть благословение Иисуса Навина и Халева. Понимаете? То есть, когда Бог хочет, чтобы ты жил, ты будешь жить. Это 100%. Я не знаю, что там входит в кости человека, что там входит в тело человека, но человек просто не может умереть. Просто не может умереть. Здесь же проклятие работает. Сколько лет, Бог сказал, в течение 40 или сколько лет будете, не войдете в землю обитованную, будете умирать. И все ходят и ждут. Когда эти двое уже последних проклятых помрут, чтобы нам войти уже. Кто-то, может, помог, с горки столкнул где-то еще как-то. Но не вошли, пока все не умерли. Представляете себе, вот есть сверхъестественная смерть, а есть сверхъестественная жизнь. И я всегда думаю, Господи, хотелось бы мне, чтобы ты был заинтересован во мне. Хотелось бы. И знаете, когда Бог очень сильно инвестирует в кого-то, поверьте, если Бог заинтересован в ком-то, ой, да по вам, хоть кто там ездит, хоть стреляй, хоть что там вообще, с вами ничего не случится. Хадди Бекер, по-моему, рассказывала, как они в аварии чуть не попали. Они на автобусе с евангелистами, с ее командой проехали через другую машину сквозь. Она говорит, мы все это видели, все кричали. Он говорит, машина сквозь машину проехала. Ехал бы другой служитель, похоронил бы и себя, и всех служителей. А это женщина, потому что вот так вот в ней заинтересован Бог. Ради нее другие спасены. Вот надо быть таким человеком, который знает, что ради меня Бог благословит и сохранит. Представляете, какое дерзновение есть у людей, которые знают в духе, свидетельства имеют, что они угождают Богу. Вот мне, когда люди говорят, я, 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 мне хочется сказать, что толку я, я, я. Ну вот и рассказывайте истории. Понимаете? Причем то, что Бог делает в вашей жизни, может выглядеть очень нестандартно. Очень нестандартно. Бог может где-то, где-то церковь поделить. Бог может кого-то вывести, а кого-то наоборот привести и сказать, вот ты будешь этому сейчас тормозу пастору служить. Ну, простите за такое слово. Ну, плохой подбор слов. Но важно не то, как я выгляжу перед людьми, а чтобы я перед Богом ходил. Потому что, если я хожу перед Богом, и все против меня думают, что толку, что они против меня думают и говорят, если я от Бога. Понимаете? А если все мне в ладоши хлопают, то Бог говорит, ты умрешь. Все. Просто тебе никто не поможет. И поэтому Бог очень серьезно смотрит на эти вещи. Нельзя вообще, как бы вам сказать, вот этот уровень отношений с Богом надо держать очень сильно. От этого зависит наша жизнь. От этого зависит наше благосостояние. От этого зависит все, как мы ходим с Богом. Аллилуйя. Ну, это так предисловие я сказал. Но обратите внимание на то, чтобы в вашем духе было знание, что вы угождаете Богу. Всякое может быть. Служение хромое. Ну, ладно. Люди тебя оставили все самые лучшие. С тобой два хромых оставили. Все один там. Ну, ладно. Жена с тобой чуть не развелась уже два раза. Ну, хорошо. Кризис у тебя в жизни. Ну, ладно. Да главное, чтобы ты знал, что ты с Богом ходишь. Вот. У тебя все восстановится. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Бог поругаем не бывает. Аллилуйя. Я, знаете, сегодня хотел бы сказать такую тему, как мы проявляем Божье Царство через правильное мышление. Проявляем Божье Царство через правильное мышление. Знаете, я заметил, что вот у меня в последние, наверное, месяц я начал ощущать больше славы Божьей. Больше Божьего присутствия. Я сказал, Господь, почему я чувствую больше славы Твоей? Почему я так сильно реагирую на какие-то помазанные слова? И мне Бог показал, что когда твоя душа, она находится в правильном направлении, эта душа буквальным образом через нее начинает физический мир проявлять самая слава. Душа, она, понимаете, Бог только через душу проявится. Только через душу. Наш дух, он самостоятельно славу не проявляет. Смотрите, как много рожденных свыше христиан, но многие из них там надо бесов изгонять. Потому что душа, она стала как хижина, как дом для всякого уныния, разочарования. Я недоделанный, я такой. Но когда душа твоя начинает расцветать во Христе Иисусе, в истине Божьей, твоя душа начинает что делать? Она транслирует небо. Она начинает проявлять Божью славу. И ты начинаешь через правильное мышление проявлять буквально Бога и Его присутствие. Аллилуйя. Знаете, вот жизнь в сверхъестественном, жизнь в сверхъестественном, вот вопрос. Надо жаждать Бога? Надо ли жаждать сверхъестественных вещей? Бог мне вообще разрешает двигаться в сверхъестественном? Я на это говорю да и аминь. И нет такого, чтобы Бог кого-то не пускал. Я вообще, знаете, всегда удивляюсь почему. Но служители часто, они боятся, что люди начнут двигаться в чем-то сверхъестественном. Они все время боятся, что... Но понимаете, на самом деле, когда люди начнут двигаться в Боге, когда они начнут видеть сверхъестественную жизнь, тогда только они начинают двигаться в том предназначении и призвании, в которое их высвободил Бог. Вообще, сама по себе церковь, тело Христова, сами по себе верующие люди, они не представляют... Вот сейчас послушайте очень внимательно. Они не представляют никакой угрозы для дьявола и для его царства, если эти люди все время находятся в естественной плоскости. Естественная тема. Вот, естественно, давайте будем... Что делать там? Смиряться, будем вот это, вот это, вот это. Ну, хорошо. Но на самом же деле наше Отечество и наше рождение, оно произошло от самого Бога. Аллилуйя. И если раскапывать каждого верующего внутри и смотреть, кто ты внутри, мы обнаружим там, знаете, кого? Бога найдем. Любого верующего. Давайте изнутри копать. Что там? Там слава Божья будет. Там Бог будет. Аллилуйя. И вот я сейчас кому-то хочу задать вопрос. Вы все время пытаетесь угодить Богу, не понимая, что вы на самом же деле имеете сверхъестественный и божественный потенциал внутри себя, чтобы через правильное мышление и правильное понимание того, кто вы в Боге во Христе Иисусе, у вас в жизни начнет проявляться прямо изнутри новая энергия силы. Аллилуйя. Я вот когда приехал к шаломовцам первый раз на служение, они прославляют Бога. Там в зал страшно зайти. Потому что там такая энергия. И мы зашли. Рядом со мной там был мой брат во Христе. Аллилуйя. Который, ну, всегда долго уже мы вместе. И он вообще, он убежал. Там что-то Бог коснулся его. Что-то у него какие-то начались процессы духовные. Он вообще убежал, он вышел. А меня начало сгибать. Ну, я подумал, неплохо. Но я не могу так танцевать, как вот они. Надо статус-то все равно свой как-то сохранить. Но там такая энергия была. И я знаете, о чем подумал? А почему есть такие служения, где сильная энергия Бога, его проявления и ощущения? А есть маленькая. И вот ответ. Что? Шаломовцы выше всех скачут, что ли? Что они по-другому как-то в ладоши хлопают? Ведь многие люди поклоняются сутками и вообще. А теперь, слушайте, поклонение без откровения любви, без откровения благодати и без откровения о правильном положении во Христе Иисусе – это поклонение, хотя вы поклоняетесь, но на самом деле ваш дух находится в тюрьме душевных, религиозных умозаключений. И вы не можете соприкасаться с Богом на том уровне, на котором с Ним соприкасаются люди, которые знают истину, знают истину. Понимаете, в душу прямо туда должно войти пробуждение, Аллилуйя. Туда должно войти в пробуждение. Я должен знать, от кого я рожден, кто мой отец, Бог меня любит. Понимаете, сколько я последнее время слышу откровений о том, что люди говорят, что Бог ко мне прикоснулся и сказал, ты мне ничего не должен. И люди начинают спляться прямо, знаете, у людей как будто христианство начинает вот прямо, что-то начинает происходить. Я сидел когда на служении нашего драгоценного брата Сергея, мы с ним пересекались, да, и вообще, слава Богу, за него большую работу делает. Он проповедует, а мне на голову помазание сходит. И вообще, я считаю, что вообще помазанники, когда их уровень высокий уже, они могут о чем-то говорить. А Бог или помазание, которое на них, может с тобой вообще о другом разговаривать вообще. То есть, в присутствии помазанников есть общение с Богом. Мне нравится, когда я не просто проповедь слушаю, а когда я прихожу на какое-то собрание, и помазание того человека вообще со мной разговаривает на другие темы. Вот это называется помазанный человек. Аллилуйя. И я сижу такой, сижу, и на мою голову помазание сходит. И мне Бог начинает говорить, ты все время думаешь о том, что ты что-то должен для меня сделать. О, Господь. Ты все время думаешь о том, что ты должен, что ты должен, что ты должен. И он снимает с моей головы это рабство и говорит, ты мне ничего не должен. И в этот момент он мне показывает, начни не должником быть, а стань принимающей стороной. Принимай. Принимай. Я, знаете, я сижу такой, и на меня такое невидимое помазание стало сходить. Я прямо, знаете, я весь мурашками покрылся. Я сидел целый час, и по мне водопады льют. Сила Божья по мне льет. И я Богу больше не мешаю вообще. Я не мешаю Ему меня любить. Я не мешаю Ему что-то делать со мной сверхъестественной и божественной. Вы скажете, пастор Николай, ты в этот момент молился? Нет. Постился. Ну, один час во время проповеди, да. Что ты делал вообще? Я вообще ничего не делал. Я в шоке сидел. И, оказывается, у меня вот здесь, как в русской печке, заслонка была. Знаете, вот надо было просто... И я просто в шоке был, что, оказывается, моя душа, она воевала с Богом. Она воевала с Божьим помазанием. Она сражалась с лучшими Божьими вещами. И, дорогие, послушайте, сейчас так много людей в церквях, которых очень сильно любит Бог. Очень сильно. На них прямо, знаете, облака славы висят. Видели когда-нибудь памятники эти, не знаю, как их там, с Зевсами или как? Такие колонны, да, которые держат такие здоровые мужики, такие памятники. Держат такие эти дворцы на руках. Держат такие тяжести. И я тогда понял, очень многие верующие люди держат славу Божью над собой, но только не пускают. Только не пускают. Они держат всеми своими усилиями. Говорят, Господи, мы будем стараться спасать этот мир. Когда вы устанете, ребята, когда вы поймете, что у меня нет с вами никакого конфликта. Вообще, знаете, на самом деле только Бог один может в твоей жизни сделать что-то потрясающее и мощное. И вот прямо сейчас, послушайте, есть люди, которые, вот вы меня слушаете или будете слушать. И вы так говорите, пастор Николай, что бы я ни делал, все-таки мало Бога вижу. Что бы я ни делал, все-таки мало. Хотелось бы Бога больше видеть в славе, в проявлении. Я хотел бы Бога намного больше видеть. И вот я вам тут даю совет. Тогда тренируйтесь в том, чтобы как можно меньше в вашей жизни было противлений. Чтобы вы сломались внутри, в вашем религиозном, богоугодническом мышлении. И чтобы вы позволяли в божественной реке течь вашей, течь. Вот я сегодня говорю, пусть река течет, пусть река течет, пусть река течет. Мы вчера с любовью начали. Мы же с ней проболели в Новый год. Она меня так сделает, говорит, мне привез, зараза. Она пять дней воевала. Мы же здесь в лесу живем, у нас вот лиственница, у нас вот сатана не живет. А в Питер съездил, там такие вещи. А у меня видно, как у ребенка, иммунитет вообще там, ну какой. Я, короче, все собрал, домой привел. Ну ладно, кровь Иисуса победили, мы дьявола, аллилуйя. И, короче, только вчера она салаты сделала, там все. Зимний салат под шубой. Ну, как русский человек не съест под шубой? Год не полноценный будет, если не съем зимний салат и под шубой. Ну, это религиозное мышление наше русское. Ладно. И, короче, вчера мы что-то, она начала молиться, и небо сошло. Прямо небо упало на нас. Знаете, я так удивился. Я говорю, боже мой, я почувствовал, что небо сильно, а где-то вообще почувствовал. Думаю, боже мой. Я говорю, давай, пожалуйста, еще молись, потому что я чувствую славу Божью. И знаете, о чем я думаю? Как сильно река Божья часто есть у нас, а мы не подозреваем. Как сильно есть в атмосфере что-то, а мы не чувствуем. Как сильно что-то стучится к нам вот сегодня, благодать на сегодняшний день. Это двойная мера помазания какая-то. Понимаете, на каждый день у Бога что-то мощное есть. Какой-то ангел сильный пришел. А ты думаешь, что у тебя денег нет и вот это. И у тебя настройка получается демоническая. И когда Бог для людей планирует славу пробуждения, приходит демонический заказ. И люди потом видят у них месяц один, второй, какие-то мысли, какие-то вещи. Потом письмо пришло отсюда. Потом вот плохо. И все. И ты внутри начинаешь быть негативным. Понимаете? Я про себя, знаете, сейчас о чем думаю. Нам очень важно сейчас не пропустить Божью славу, а войти в нее. Войти в нее. Аллилуйя. У меня было долгое время в церкви такое, в служении, что слава Божья приходила настолько сильно на нас, вообще мощно. И на нее реагировал каждый по-своему. Те, кто Бога боялись, говорили, ой, слава, 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 слава. Кто-то сейчас пришибет эту славу. Кто-то радуется. Кто-то, ну, по-разному все. И знаете, я что чувствовал? Слава такая, что мы ее не понимаем. Мы как будто войти-то в нее не можем. Понимаете, да? То есть мы ее видим, но мы не понимаем, что вообще. Вы кто, алле? Вы кто здесь вместе взятые? Что здесь происходит вообще? И как сильно же хочет Бог, чтобы слава приходила на нас, как наша Родина. Дома. 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 Аллилуйя. Спасибо, Господи. Поэтому, понимаете, активировать себя во Христе очень важно. И я вот так говорю верующим людям, такой даю совет. Если вы себя не активируете в вашем сверхъестественном начале, я сказал в самом начале, что ваше место во Христе. Вы от Бога рожденный человек. Вот сейчас прямо некоторые верующие должны, знаете, что сделать? Возревновать о том, что у вас есть что-то мощное, что двигает вообще небо и все вокруг. Я вам сейчас дам этот секрет, этот ключ. Ой, понимаете, есть невостребованная, невысвобожденная слава. Есть невысвобожденная власть. Вот невысвобожденная. Я вообще чувствую и думаю, что у Бог вообще у него одна такая проблема, когда его слава будет высвобождена или востребована во многих ситуациях и во многих вопросах вообще в церкви. Знаете, вот представьте себе, у человека, например, есть миллион долларов, вот пока миллион долларов лежит, он никому ничего не сделает. Но максимум человеку, который обладает миллион долларов даст власть, имеет серьезное лицо, статус какой-то. Но миллион долларов, который лежит, он ничего не делает. Как только миллион долларов пойдет в действие, это востребованная как сила. власть все он там есть потенциал но пока он просто-напросто лежит ничего не происходит то же самое со сверхъестественным потенциалом церкви и каждого отдельно взятого верующего человека послушайте драгоценное у каждого верующего есть свое место и это место она находится в духовном мире у всего в духовном мире у каждого иерархии там есть место это место существует она реально понимаете вот есть место у демонов она в аду или где-то еще есть место у демонических властей мироправителей тьмы века сего но вместо верующего и человека во христе и вот я когда сейчас говорю надо прямо представить некоторым из вас что ваше место во христе она выше всех начальств властей мироправителей тьмы дух духов там всяких злобы поднебесных и теперь это место может быть ваше духовное положение она не востребовано она не работает она ничего не двигает понимаете а почему потому что человек рожденный свыше все время о себе думает не духовно а по плоти все время по плоти время нам там написано духовное помышление это жизнь вот я бы сказал так духовное помышление которые берут свое начало в правильной вере через правильное учение эти духовное помышление производят божественную силу божественную власть и божественную энергию аллилуйя вот вопрос а может ли простой человек начать учиться во христе и он вдруг открывает что он во христе это вообще-то новый человек аллилуйя и вообще-то он во христе иисусе посажен и вообще там великая могущественная божественная власть она у него есть и знаете что вот верующие люди начинают думать а что вот ну как бы вам сказать они начинают думать как это высвободить как это начать использовать я скажу простой совет если вы уже знаете что ваше место во христе что ваш чест но ваше начало ваше духовное начало во христе во христе слушайте вы просто это знаете и у вас уже энергии есть сила аллилуйя когда я получил откровение о том что во христе иисусе знаете когда я понял что мое невидимое я во христе в боге вы вообще у меня помазание увеличилось и знаете что настроение увеличилось сила увеличилась и знаете что у меня бывало у меня было такое что я молиться ну даже не молился часа день или два а чувствовал себя очень помазан очень помазан я сказал господь но почему помазание на мне увеличилось и мне бог показал потому что тебя теперь помышление мышление твое Оно соединено буквально со Христом. Оно буквально теперь соединено с Богом. И раньше твое мышление, оно служило дьяволу. Раньше твое мышление через него в твоей жизни блокировались какие-то самые лучшие вещи. А теперь в твоей жизни есть энергия Бога. Аллилуйя. Энергия. Энергия. Знаете, многие люди думают, хоть бы меня Бог благословил. Я бы тогда начал думать правильно. Хоть бы что-то произошло. А я говорю сейчас всем людям. Я им советую. Самое главное для верующего – это не что-то делать. Не что-то делать, а быть. Не делать, а быть. Вообще это сильно очень. Аллилуйя. Потому что можно делать, знаете как? С плоским умом. Ты движешься, а у тебя ум плоской. Ты такой отверженный. Бог тебя не любит. У тебя денег нету. Ты Бога не чувствуешь. У тебя все хуже, 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 хуже. И в этом состоянии можно молиться. Можно хоть что-то делать. У тебя не прибавляется. Ты никуда не прибавляется. Я так проживал многие годы, дорогие. Многие годы. Вот я сейчас говорю кому-то, кто-то меня смотрит, я вам говорю. Поменяйте ваше мышление. Вот поменяйте ваше мышление. Возьмите вашу, я называю, родословную книжку или свидетельство о рождении. Возьмите послание к ефесянам, колоссянам и все возьмите, что в Писании говорит о вас, кто вы. Я когда это взял, вы не поверите, я по кровати катался, у меня в животе бабочки летали. У меня просто, я думал, Господи, неужели это я? Бог показывал, да, это ты, это ты во Христе Иисусе. Господи, да не прав. Да как так-то вообще? Боже мой. Потому что многие верующие думают, у всех Святой Дух как Святой Дух. А у меня какой-то он московский, порский или какой-то там еще, краснодарский. У меня какой-то вот он такой вот. Может ли Святой Дух быть такой же Христовый, если я живу на улице Ленина, комсомольской? Может ли Святой Дух вообще быть тот же самый, если я живу в двухкомнатной квартирке, обои старые? Все так вот, все вот здесь. Да, конечно же, да. Поймите. Главное, вам надо понять, что вы тот самый от Бога рожденный человек. Аллилуйя. Я в последнее время людям верующим говорю, вы слушайте, начните уважать не Бога Канетахейгена, не Бога Йонгичо, не Бога еще. Уважайте своего Бога. Хватит унижать его. Хватит. Хоть раз в жизни испугайтесь того Бога, который с вами живет и ходит. Хоть раз в жизни начните ценить, что вы от Бога рожденный. Это Бог. Это Бог вообще. Аллилуйя. Он с вами ходит. Мне недавно Бог критиковать меня начал. Но с любовью. И он мне говорит, ты вообще понимаешь, кто я? Я говорю, Господь, я хотел бы еще больше понять. Ты понимаешь, кто я или нет? Ты понимаешь, что я Бог? Я с тобой живу? Я с тобой хожу? У меня мышление. Я говорю, у меня было такое чувство, что у меня там все кипело. У меня душа на части рвалась. Я, Господи, помоги моему, не верю. Вы понимаете, кто я или нет? На меня Бог напал вообще в ревности и в любви. Он начал мне говорить о чудесах, о сверхъестественной жизни. Он показал мне картину, как я покупал дешевые пельмени. А он со мной в магазине раньше стоял. А он стоит рядом со мной. И он просто в ревности такой на меня смотрит. Знаете, ты понимаешь, кто я? Я с тобой все время вот такой вот и ходил. Я все время. Я всемогущий Бог. Я в шоке был вообще. И знаете, что я увидел? Все имена Бога, которые мы сегодня повторяем. Иегова Ира, Иегова Рафа. И вот это все. Поймите. Это не Бог дал вот эти имена многим людям. Это они сами так его назвали. Сами. Это они ему дали имена. Потому что они, в отличие от нас, его увидели. И они узнали его. И они трепетали перед ним. Даже эта Агарь, которая ушла, она дала имя Богу, глядящий мне вслед, наблюдающий за мной вслед. То есть вообще, представляете, какие они ему... А мы повторяем эти имена сегодня, знаете, но мы на самом же деле не осознаем величие, могущество его, которое у нас есть. Аллилуйя. Он наш Бог. И мне тогда Бог дал простое слово. Вот недавно. Меня это очень сильно перетрясло. Вообще сильно. И мне Бог показал. Пойми, кто я. Я. Это было просто, но это было очень для меня потрясающе. Он мне сказал. Это в учении, чтобы меня не критиковали. Я Бог всемогущий. Я в шоке. Всемогущий. И мне Иисус показывает. Я все могу. У меня нет такого. Может быть, если что-то подогнать там, типа, или что-то еще. У него вообще отсутствует. Нету. Где возьмем? Как это сделаем? У него вообще этого нету. Если он найдет самого худого и бледного, мелкого проповедника или какую-нибудь девчоночку из деревни, с которой он договорится, и она осознает, я, Бог, все могу, он перевернет этот мир. Он перевернет этот мир, потому что он не взирает на лица людей. Он не смотрит, какое у тебя образование теологическое, или трижды там, будь оно неладное вообще. Ему это не важно. Поймите, мы изучаем имена Бога, мы их жонглируем, сортируем, провозглашаем, а силы-то нету. Жизнь им меняется. Церковь покрылась плесенью. Ничего не происходит. И все думают, аллилуйя. А Бог говорит, вы понимаете, кто я вообще? Вы вообще что ли? Он на меня напал. Я говорю, он меня критиковал буквально. Ты понимаешь, кто я? И тогда он мне дал слово. Сейчас живи. И у тебя должен быть другой менталитет и другой язык. У тебя нету слова «не могу», потому что я у тебя это слово «забираю». Я в тебе живу, и я у тебя слово «не могу», «забираю» все. Он мне дал мысль, никогда свои карты нигде не выставляй. И не проси, чтобы поддержали твое служение. Он сказал, я это брезгую. Тебя поддерживать не надо. Ты не такой, которого надо поддерживать. Я Бог всемогущий. Аллилуйя. Тебя не надо поддерживать. Никогда не роняй мое имя в своей жизни. Не унижай меня в своей жизни. Вот поймите, это очень важно. Потому что мы часто, проходя какие-то кризисы или долины, мы думаем, Господи, почему? А он в это время кричит, чтобы достучаться до твоих ушей. Чтобы докричаться до тебя. Я Бог всемогущий. Аллилуйя. Много лет назад Господь исцелил Любашу. Сила Божья была на ее ногах. Ее из больницы выписали с мешком таблеток и отправили умирать. Она потом, когда в церкви уже была, люди ждали. Врачи думали, что она умерла. А она лежала уже, она рассказывала, что у нее уже нож был под подушкой. И она говорила, если еще кризис будет, я себя зарежу. То есть вот такие боли были в позвоночнике страшные. И потом она на костылях где-то пришла в церковь. Как-то было такое время. И я помню, я дословно не помню, но сестры попросили, чтобы я за нее молился. Но я сказал, я не буду за тебя молиться, а ты получишь откровение от Бога сама. И я принес в ее дом книжку «Основу духовного роста» Кеннета Хэггена. Сейчас некоторые почему-то думают, что Кеннета Хэгген уже не от Бога. Если вы думаете, что Кеннета Хэгген не от Бога, можете закрывать на ключ вашу церковь и сказать, что все, мы динаминации, вам конец. Это все, это вообще конец фильма. И она читала Кеннета Хэггена. И она говорит, там увидела, как Кеннета Хэгген сказал, что ты во Христе Иисусе уже исцелена. Она, представляете себе, у Кеннета Хэггена сильное мощное откровение об исцелении. Он сам стал апостолом этого движения. И она говорит, я начала вставать, говорит, прямо вот, и просто, говорит, начала подниматься через боль. И она начала. И, короче, Бог в позвоночнике какие-то вещи там сделал сверхъестественные. И она потом у нас в церкви свидетельствует. Представляете себе, как отличается речь проповедника, который вот ни о чем, от человека, которого исцелил Бог, от болезни большой давности вообще. Понимаете, в чем сила вообще? Когда ты имена Бога провозглашаешь, или ты сам имя Богу даешь, потому что Он велик. И вот она в церкви попросила слово свидетельства, или я ей дал, я что-то проповедовал. И она говорит такие слова. И она что-то сказала, свидетельствовала. И потом то, что она сказала, привело в мое сердце в трепет и страх. Она сказала такие слова в церкви. Она говорит, вы что не понимаете, что наш Бог всемогущий и меня накрыла вообще? Я на нее смотрел, как на Катрин Кульман. На ней такая слава была Божья мощная вообще. Такое помазание пришло. И у меня вера такая пришла, Боже мой. И какие-то вещи произошли хорошие со мной. Иногда, знаете, что через какие-то откровения о Боге мы буквально перерождаемся, что ли. И у меня вот сейчас такие мысли, знаете, что нас ожидает очень сильное перерождение в откровении могущества и реальности Бога в нашей жизни. Реальности. Я кому-то хочу сказать, вы даже не представляете, насколько откровение Бога в вашей жизни, оно не ограничено. Насколько понимание реальности Бога, оно не ограничено. Сейчас меня слушает кто-то, я хочу сказать, Бог прямо сейчас дает мне пророчество. Прямо сейчас Бог дает мне пророчество. И он говорит, твое сердце жаждет моего присутствия, и твое сердце жаждет моей реальности. И Бог говорит, продолжай смотреть в мою сторону, потому что я дам тебе в соответствии с тем, чего ты жаждешь и алчишь, и ты обнаружишь вскоре меня Бога в своей жизни, и получишь личный опыт и личную веру, с которой ты пойдешь, и у тебя все будет получаться, и ты будешь видеть в своей жизни это личное пробуждение. Я сейчас вижу людей, которые говорят, я жажду Бога лично в своей жизни. И Бог говорит, да, да, молодец, продолжай смотреть в мою сторону, продолжай жаждать, аллилуйя. Это круто вообще, дорогие, когда мы начинаем понимать вообще, какой у нас Бог, когда мы начинаем о себе помышлять не отдельно от Него. Вообще нельзя размышлять о своей жизни отдельно от Бога, нельзя. Вот вы о себе думаете, да, вот я такой, вот я такая, вот у меня того нет или этого нет, вот у меня это не получается. Кто-то говорит, у меня никаких даров нет, я вообще никаких даров не имею, неестественных, не духовных, я скажу вам слово от Бога, оно вас навсегда исцелит. У вас Бог есть, какой дар вам нужен? У вас есть Бог. У вас есть Бог, вы страшный человек, у вас Бог есть вообще, у вас Бог. Он говорил, аллилуйя, это вообще супер, представляете себе, супер. Аллилуйя, помазанный человек, это великое дело. Карл Густров, знаете, как говорил, что такое помазание? Он говорил, помазание, это когда корова сидит на березе и играет на флейте, говорит. Я сначала думал, что это за такое определение. А он говорит, потому что корова не лазит по деревьям и тем более не играет на это. Когда помазание сходит, это возможно, аллилуйя. Когда есть Бог, все возможно вообще. И Бог не против этакого и всякого. Я вот, честно, знаете, я ревную. Я последнее служение очень пророчески говорю, я чувствую, это год пророческого духа вообще. Я сильно ревную о том, чтобы церкви стали разные, родненькие, разные. Мне вот эти кефирные бутылки, понимаете, церковь Слово Божье, церковь Новый Завет, церковь Ветхий Завет, церковь там какая, возрождение, перерождение. И смотришь, однофамильцы все, как пастор, так и все. Все одинаковые вообще. Я когда сказал, Господи, ты меня почему в беременную отделил? И мне Бог дал знать, если бы ты был с пастором, ты бы такой же был, потому что он влияние. Я тебя отделил от него, чтобы ты был другим. Я так хочу, чтобы церкви стали разные, вообще разные, чтобы служители принесли разные Божьи ароматы, разные Божьи проявления, чтобы они принесли музыку другую. Понимаете, друзья, нам не надо музыку стефиля, ну хватит. Нам не надо американские, нам не надо вот это все. Нам надо то, что родится на нашей земле родной от Бога, потому что это будет кричать к русской душе. Это поднимет наш народ и нашу нацию. Надо, чтобы Бог работал и чтобы мы приняли от Него. Хватит думать, что мы недоделаны и все время всех копировать. То Хилсон, то... Ну ладно, пускай. В свое время это было. Ну ладно, все, проехали. Давайте родим то, что от Бога. Аллилуйя. Поэтому, друзья мои, ищите Бога и становитесь Божьим человеком, который узнает, что Он всемогущий. И вы увидите себя в проявлении таким образом, что вы будете в шоке, что вы делаете. Вы будете в шоке, что вы делаете. Я когда в школе учился, я у доски стоять не мог. Я никому ничего слова сказать никогда не мог. У меня уже вторая неделя эфиры идут. Я уже с говорилкой своей, я уже запутался. Я говорю и говорю, говорю и говорю. Говорю, Господь, что происходит? Бог говорит, я тебя расширяю. Хорошо, Господь, расширяй. Я никогда не думаю раньше, что я вообще буду говорить и учить кого-то. А сейчас меня даже не гаро. Великий Божий человек слушает Аллилуйя. Это вообще это достижение. Вы не знаете, кто вы. Вы не знаете, кто вы. И я хочу сказать вам, если вы в чем-то не видите очень сильно движение или дара, или еще чего-то, у вас там будет мощнейшее продвижение. Мощнейшее продвижение. Я вам пророчествую. Вы будете так говорить, как никто другой. Потому что вы не можете. Вот я любя сколько раз своей давал проповедовать. Она говорит, я толком ничего не могу говорить. Я раньше даю служение проводить. Она брала 8 листов и все писала, 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 писала. А потом проповедует и все забыла, что писала. И по-свояцки, знаете, так вот чисто по-своему. А там, во, радость, смех приходит, атмосфера приходит. И это я везде крутой пастор Николай. Молюсь атмосферой. Когда я дома, я знаете, что делаю? Любаш, помолись, чтобы Бог пришел, пожалуйста. И рядышком с ней пристраиваюсь. Она говорит, ну ты что? Давай ты, я говорю, не, не. Когда ты молишь, и она молится, и Бог приходит. А я на халяву. Аллилуйя. Радуюсь вообще. Круто, когда муж и жена помазаны вообще. Круто, когда дома есть атмосфера. И круто, когда дома есть вот поклонение Богу. И вы единомышленники. Вы об одном и том же думаете. И в одном направлении двигаетесь. Иисус любит такие семьи. Иисус там, как он сам, как член семьи. Иисусу вообще нравится. Его приводят в ликование два сердца, которые дружат и любят и Бога, и между собой. Он этим восхищается. Аллилуйя. И никогда не говорите о себе, что у меня чего-то нет. Вот этот год я называю годом Бога. Всемогущего. Аллилуйя. Давайте в сторону отойдем. Давайте сядем в сани с бубенцами. И давайте посмотрим, что Господь наш Иисус Христос. Он тянет вещи. Он локомотив. Он локомотив. Это Он двигает вещи Божьи. Он говорит, Ермо, возьмите, оно легкое. Оно не тяжелое. Возьмите его на себя. Ермо на самом деле. Это такая штука, которая связывает лошадь и повозку. Или вот кто-то там везет. И Он говорит, возьмите и вцепитесь в меня. Возьмите это Ермо. Не вы впереди. Вот вцепите, соедините со мной. И наслаждайтесь. Аллилуйя. Двигайтесь со мной. Я хочу сказать, дорогие, что я верю, что вот мы по чуть-чуть, помаленечку сдаем Богу свои позиции. Это правильно. Где-то мы ему проигрываем, где-то перегораем. Но где-то вы верили, верили, верили. Потом сказать, да короче, ну эту веру со всеми ее входами и выходами и учениями. Буду в Боге отдыхать и не буду нервничать вообще. Сколько бы вы не слышали учений, у вас все равно будет ваше свое переживание и откровение. Но послушайте, время сейчас, понимаете, когда Бог приходит к тебе и он начинает действовать, он будет просто действовать. Вот вы шли за ним, шли за ним, шли за ним. Время приходит, представьте себе, на тебя дар сойдет, дар Святого Духа. Что ты будешь делать потом? Все, мы тебя позовем везде. Ты больше никогда не будешь себе принадлежать. И если тебе Бог даст дар исцеления, вы забудете о личной жизни навсегда. Я вам гарантирую. Мы второй день уже смотрим этих божьих генералов. Мне нравится. Я смотрю, Роберт Свердон сегодня смотрел. И Орел Робертс, и Катерин Кульман, и служение. Вообще супер. Не знаю почему, но два дня уже вот это все мы крутим и крутим, и крутим, и крутим. И, видимо, время приходит каких-то божьих вещей. Вообще мне понравилось, что Бог мне показал, что все пробуждения, которые были в этом мире, они все саккумулируются у нас в нашей земле. Они будут явлены, слава Божьей явлена будет. Представляете себе, у нас в России появится наш Катерин Кульман. Только у него будет фамилия Люба Зайцева. Вот и все. Слава Богу, за Нигару что-то так реагирует. Молодец, вообще супер, аллилуйя. У нас с Митвигесов появится слой, понимаете? Может быть, он будет из Челябинска, мы не знаем. Может, он будет из какой-то деревни, мы не знаем. Мы скажем, с Митвигесов тебе сколько лет? Он скажет, 38. Молодец, Митвигесов, вперед, двигайся, аллилуйя. И мы увидим разных служителей, аллилуйя. Те, которые сейчас двигаются, они будут уполномочены Богом еще больше. Мы увидим такие вещи. Я не видел никого, более интересных служителей, более помазанных, более вообще интереснейших, чем русские служители, я не видел. Я на американцах всегда сплю. Любые там, кто бы, даже Южная Корея приезжала, я и то кое-как сидел. А когда русские служат, это все, это просто супер, это классика. Русским служителям, русско-славянским, чтобы никого не обидеть, русские, славянские люди, это самые мощные, самые, это глубокие. Такой юмор, как у нас нет ни у кого. И мне кажется, что Бог очень сильно не кажется, а я знаю просто Бога, потому что я видел этот цунами, который идет на наши страны, на нашу страну. Это накроет, это накроет. У вас появится то, что вы раньше не видели и не делали. Вы начнете видеть видение кто-то, вы начнете слышать Бога, как никогда раньше. У вас откроются какие-то духовные вот эти рецепторы, и вы начнете слышать его. Вы начнете понимать его, аллилуйя. Лишь бы Бог с вами закончил. Понимаете, вот для меня, как для пастора, и как для любого служителя, это 100%. Незрелость – это бремя, вот незрелость. Когда в команде есть незрелые люди, это бремя. Ты постоянно что-то там за ними убираешь, подтираешь, все время что-то доделываешь, все время что-то вот… Ну, это бремя. Быстрее становитесь зрелыми уже бегом. Аллилуйя. Потому что время Божье приходит. Куда мы с вами с соплями и с ветрянкой в пробуждение побежим? Когда характер что-то там еще, денежки ты еще там любишь, что-то у тебя вот это еще, на жену все еще орешь, она тебя после этого на балкон выставляет. Потому что кричать умеешь, но физически она тебя доливает. Я шучу. Ой, Боже мой. То есть время Божье приходит, аллилуйя. И надо понять, что Бог призывает нас. Надо понять, что вы войдете в какие-то вещи, вы войдете в такие дары. У вас их раньше не было, но они будут. Аллилуйя. Они будут. Я очень сильно, знаете, о чем ревну. Я вот, когда мы с любовью Бога начинаем ожидать, слушаем. Бог говорит такие слова, что просите у меня, я отдам вам народы в наследие. Я когда только к Богу пришел, у меня сразу же пришло знание о том, что служение мы будем распространяться везде и кругом. Везде, кругом. Она говорит, а чёрские куда? А куда чёрденем? Я говорю, ну тоже достанется им. Только если тебе Бог даст дар исцеления, как Он тебе обещает, вот этого чудотворения. Мы переедем отсюда далеко. Я не хочу жить с Вангой, у которой каждый день дома очередь стоит по 100 человек. У меня личной жизни не будет. Придется переезжать. Но у нее очень сильная ревность за город, за нас, чтобы в нашем городе было пробуждение. И знаете, о чем я думаю? В сердце Иисуса целая нация. Я это увидел недавно. Я увидел, как у него в сердце горит целая нация. Мы смотрим на одного человека, на двух, на члена своей семьи, а у него целая нация внутри, понимаете? Вот какой Господь. Аллилуйя. Вот Он какой. Вот если вы сейчас узнали бы, что где-то поезд с рельс сорвался или поезд или самолет упал где-нибудь, и вы бы не переживали, вы бы даже не думали о людях, которые там находятся. Но если бы вы узнали, что там находится ваш родственник или ребенок в этом самолете, это екнуло бы внутри, потому что родненькое. Вот теперь слушайте. В отличие от нас, у Иисуса чужих нет. У него екает всегда, на каждого екает у него, потому что ему все родненькие, он любит всех. У него в сердце нация, у него в сердце наша деревня. Эти алкоголики, эти женщины, которые зимой ходят в кирзовых сапогах, алкашки, у них 12 детей, как утята, хоп-хоп, в баню домой. Я был в таких домах, они там живут, там 50-60-е годы, доски вот эти вот все еще, печки полуразваленные, дров нет вообще, и люди живут просто в аду, представляете себе. И мы иногда думаем, Господи, ты меня призвал или не призвал? Ты вообще что ли? Ты что, ты подумай, какая нужда есть у Бога, и если ты с Ним закончишь тот путь, которым Он тебя ведет, ой, Боже мой, Бог тебя сильно помажет, аллилуйя. Для этих городов, для этих деревень, для твоих вообще кругом, я верю в излияние Святого Духа, которое пойдет, я бы так сказал, не канонически, не теологически, не с Москвы, как мы ожидаем, а пойдет по деревням, по малым городам. Вы знаете, что Бог говорит? Сначала что наполняются? Долы, долы наполнятся, кривизны выпрямятся, высоты поднизятся. Другими словами, сначала Господь пойдет туда, где страшная нужда, страшная нужда, алкоголизм, зависимости, болезни. Мы не для того будем помазаны, драгоценные, для того, чтобы пиариться, ордена вешать друг к другу и говорить, о, аплодисменты, поаплодируйте этому помазаннику. Хочется сказать, зло берет. Идите все отсюда, короче. Идите. Не надо нам... Мы же Божьи люди, Божьи служители. И нам надо мечтать не о себе, а нам надо мечтать о том, чтобы меня Бог помазал, и я пойду туда, где нужда. Я пойду туда, где плач. Я пойду туда, как написано, неужели откажешься на взятых на смерти и на убиение. Вот где сердце Иисуса. Оно плачет. Оно плачет. У Иисуса в сердце нация. У Него в сердце вот эти вот наши деревни и селы, эти города. И нам надо мечтать о своем служении не ради служения. Нет. Мне когда говорят, о, Николай, Бог тебя подымает, о, Николай, Бог тебя туда зовут. И хочется сказать, идите. Неужели вы думаете, что мне это надо? Неужели вы думаете, что я этого ищу? Я достаточно созрел для того, чтобы понимать, что мне не надо чего-то. Я просто людям служу. Мне Бог строго-настрого приказал. Делай мою работу. Созидай мое тело. Служи моим людям. О том, куда тебя позовут. И сколько у тебя там лайков будет. Или чего-то, я не разбираюсь. Не переживай об этом. Даже забудь об этом вообще. Не думай ни о рейтингах. Я никогда не созидаю свою площадку. Никогда. Я созидаю тело Христово. Аллилуйя. И мы должны быть зрелы в этих вопросах. Понимаете? Потому что незрелость – это бремя вообще для Бога. Нам надо быть зрелыми. Аллилуйя. Поэтому, братья и сестры, разбирайтесь быстрее со всеми этими детскими вещами. Просто падайте в Бога. Просто сдавайтесь Ему. Попадите в Его руки. Вы удивитесь, что Он с вами сделает. Лестер Самрелл, я не знаю, читали вы его книжку, слушали вы проповеди и историю его. У него была история, где он молился с Богом, разговаривал. У него был белый костюм. Он провел какое-то служение в каком-то клубе небольшом. Он тоже был служителем деревень. Его вначале вообще никто не знал. Его узнали только, по-моему, через 20 или 30 лет служения. Лестер Самрелл. Его вообще никто не знал. Он так двигался. И он говорит, я начал молиться о чем? Он начал молиться, по-моему, о каких-то нуждах или еще. И говорит, святой дух на меня сошел, говорит. И я, говорит, рыдал целую ночь, говорит. Я просто, говорит, он катался по полу, говорит, в белом своем костюме. А у меня внутри, говорит, народы земли. Я, говорит, реву за них, за всех, говорит. За все эти народы земли, за которые я никогда не думал. Они мне даром не нужны были, все вот эти народы. А тут Бог взял и поместил внутрь. И вдруг страдание такое пришло. И Бог сделал его мощным, великим апостолом, который исторически повлиял вообще на христианство и на тело Христово. Очень сильно. Поэтому, друзья мои, послушайте, важно, чтобы мы поняли, не просто какой дар у меня есть, а какого дара у меня нет. Это, во-первых, знание, кто был. Знание, какое у тебя в нем есть. Сверхъестественное начало, божественное рождение. С этим надо себя ассоциировать. Чтобы твое мышление проявляло царство. Чтобы вы начали чувствовать, как буквально вокруг вас, как оболочка силы. Я чувствую, как вокруг меня вот эта слава. Бог мне показал, твое мышление так работает, что ты покрыт теперь этим присутствием. Оно засчитано тебе. Это, как знаете, душа, которая пульсирует и проявляет царство. Это просто мышление и все. Это жизнь. И следующее. Это знание, что я не просто дары, а я должен быть человеком, который видит нужды. Нужды. Хотите обладать даром? Смотрите на нужды. Хотите стать очень богатым человеком? Не средничком? Нет. Который там кое-как, что-то где-то более-менее. А богатым очень. Вам тогда надо возненавидеть нищету, возненавидеть нужды и сказать, Бог, я собою эту вот брешь, я собою закрываю, короче. Вот в этом служении, ребята, я справлюсь. Вы идите, проповедуйте. Деньги за мной. Все. Я все, что мы с богом построим, мы сделаем. И бог тебя сильно помажет, если ты нужду увидишь. Если ты не будешь мечтать просто на крутую машину, сесть и спер с ним, чтобы показать, папа любит, аллилуйя. Ну, нормально, молодец. Но на небо ты, когда приходишь, бог тебя не только поздравит и поблагодарит за это, а он посмотрит, сколько денег ты его перевел, сколько ты закрыл вещей вообще. Если бы я был бизнесменом и не служителем, ой-ой-ой, я бы вообще сейчас рвал и металл, я бы сейчас бизнес устроил, созидал. Просто мне бог не дает. Он мне говорит, ты будешь их сам поднимать. Ты будешь этих бизнесменов высвобождать в помазании, и у тебя будет получаться. Аллилуйя. Но очень важно видеть нужду. Очень важно видеть что-то боль. Аллилуйя. Вот у меня Любаша только слышит, кто-то заболел. Она сразу молится. Сразу же. И только помолится. Говорит, давай звони, лучше стал или нет? Говорю, нормально говорю. И когда я молюсь, я не спрашиваю, лучше или нет? Я знаю, что не лучше. То есть мы иногда молимся, даже не спрашиваем, там лучше. Потому что она сразу, лучше или нет. И она молится, и получается, Аллилуйя. Потому что у нее все по-настоящему, по-настоящему. Она говорит, я сатану ненавижу, я бы разорвала на куски. Она, когда видит служение освобождения, как бесы выходят на ухо, она сидит, у нее вот руки вот так вот. Она говорит, я хочу вот это бесов всех выгнать. Боже мой, думаю, она получит это, потому что она хочет освобождать людей. Она ненавидит дьявола, она настрадалась. Понимаете, вот это все цепляет Бога, цепляет Бога очень сильно, поймите. Бог, у него куча даров, у него много помазания, много славы, но мы его должны заинтересовать. Мы должны заинтересовать. Мы должны сказать, Господь, вначале дай мне такой дар, чтобы у меня было сердце, как у тебя, чтобы я чувствовал, как ты. Да не надо мне свое служение чувствовать, не надо мне свою популярность чувствовать. Люди, как понимаете, написано, как цвет на траве, слава и прошла, и уехала, и все, и больше ты никому не нужен, и все. Катрин Кульман, она была вообще очень популярной, но когда она умирала, с ней было два неверующих человека, никого не осталось, ее все оставили, ее имущество переписали там на себя какие-то вообще неверующие, и она даже никому не оставила свои эти богатства, у нее она все потеряла, представляете себе, вот и все, вот и вся слава, и забыли ее все, просто когда заболела, и осталась одинокой, все. А Бог не оставит, Бог не оставит. Поэтому давайте вот, ну, смотреть, Господи, время приходит. Господь, мне уже 30, а мне 50, а мне 70, и за плечами 25 лет христианства. Давайте с Богом по-настоящему поговорим. Вы знаете, как я с Богом разговариваю? Дам вам секрет, и вы узнаете, почему на мне помазание. Ладно, хорошо. Я Богу так говорю, я с Ним не ругаюсь, я с Ним спорю. Я вызываю Святого Духа, ну, как вызываю, я говорю, Дух Святой, давай пообщаемся. И я Ему начинаю говорить, ты понимаешь, Господь, какая у нас ситуация в стране? Ты же знаешь, что нам конец всем скоро придет. Ты же видишь, какие церкви кругом. Ты же видишь, Господь, пастора, они кое-как за кафедрой стоят, они уже церкви хотят оставить. Ты же видишь, у нас вообще очень все плохо. В церквях подвальная атмосфера, в церквях служение так, как будто там хоронят кого-то, уже не знают, что делать. Дух Святой, нам нужны дары, нам нужно много любви, много вина, Духа. Нам нужно много... Я с Ним договариваюсь. И знаете, что Библия говорит? Ревнуйте о дарах духовных, ревнуйте о дарах духовных. И вот я говорю шаломовцам некоторым, не приставайте никому, пристаньте к Святому Духу. И скажите, Святой Дух, все, я в тебя вцепилась, я тебя не отпущу. Дай мне, дай, 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 дай. И он скажет, молодец, наконец-то, наконец-то ты начал понимать. Дай, дай, Господь, дай, пожалуйста, дай мне дар, научи меня, Господь. Бог скажет, я тебе дам дар, но вначале вот здесь, а сейчас вот это сделаем, и через годик ты увидишь вот это, вот это. Он хоть с тобой тоже договариваться начнет. У вас хоть сцепление какое-то появится. Потому что Богу нравится ревность, Ему нравится с этим работать. Знаете, почему Илья бросил на Елисея, милый? Потому что Елисея Бог призвал. И когда Илья проходил, мне кажется, это моя интерпретация, у Елисея был нездоровый огонь в глазах. Вот так на Ильюна рассмотрелся, вожделение, знаете, так, и когда Илья бросил на него милый, Елисей побежал за ним, валов этих рассек, сделал шашлык, все накормил и побежал. Это человек, который ревновал, жаждал, аллилуйя. Ладно. Да благословит нас Господь. Я просто чувствую, что мы очень так сильно, на большой скорости въезжаем в реку славы. На большой, знаете, как будто вот эти горки, да, как там, аквапарки, да, сейчас у нас вот эти, там люди вот среди горок въезжают. Вот что мы переживем. Вот такое, знаете, такое воодушевление. И это атмосфера славы. Мы въедем прямо в реку, мы въедем в новые вещи. И нам придется ориентироваться в новой славе, ориентироваться в новом служении, ориентироваться в административных вопросах, потому что людей будет много. У апостола была, головная боль была, когда движение началось. Иисус им обещал, они, да, хорошо, спасибо, Рави, молодец, что ты это сказал. Он им обещал Дух Святой. А когда Святой Дух сошел, они в шоке были, там сколько, 2000 покаялась, или сколько? Они забегали, они засуетились. Господь, надо было вопросы раньше задавать, когда Он вам обетование давал. Надо было все подписать, надо было сразу советы попросить. А вы руками махали, ну вы что? Так со всяким бывает, так со всеми бывает. Послушайте, когда Бог приходит, а Он приходит, нам придется перестраиваться. Многие вещи поменяются, аллилуйя. И еще раз скажу, заканчивайте ваши ветрянки ваши младенческие. Что там еще бывает? Вот эти сопли, ерунда всякая, болеть за себя, я, я, мне, мне, обо мне, обо мне. Все, давайте заканчивать и пойдемте в духовную зрелость и будем двигать мощные Божьи дела. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Аминь, аминь. Хорошо, дорогие, я помолюсь, потому что такое, ну, у нас как религиозная традиция. Я помолюсь, знаете почему? Я все время молюсь, я ожидаю пророчества, вот, я всегда ожидаю пророчества. И бывает, я высвобождаю пророчества, бывает никуда. А потом мне пишут или кому-то, это для меня было, это для меня было. Поэтому давайте не пренебрегать Божьей вещи, аллилуйя. Не пренебрегать. Дух Святой, спасибо тебе, что ты нас учишь сегодня. Спасибо тебе, Господь, что ты к нашим сердцам сильно говоришь, аллилуйя. Благослови, Господь, твоих служителей. Благослови сейчас шаломовцев сильно, Господь. Благослови, Господь, в том, в чем они находятся. И я верю, я это прямо чувствую. Они находятся и в сладком сиропе, и он же и горячий такой. Иногда он как будто душу обжигает, какая-то ответственность приходит, но он сладкий сироп. Это прямо мед Божий. Это прямо мед Святого Духа, аллилуйя. О, спасибо тебе, Господь. И Бог говорит, дорогие мои, я слышу для вас, для вашего служения, я веду вас к осуществлению, к значимых событий. Значимые события. Я слышу это слово «значимые события», «значимая история», «значимая судьба», «значимые деньги», «значимые связи». Я слышу слово «значимость», «значимость» приходит от Бога как новый уровень, аллилуйя. И значимость, а значимость отличается. И Бог вас одаряет вот этой значимостью, аллилуйя. И вы будете делать великие дела для Бога, потрясающие дела, аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Некоторые сейчас люди в вашем служении, я вижу, что они стоят в серебряных одеждах, но Бог их оденет в золотые одежды, в золотые одежды. Это не от них зависит. Имеется в виду это время Божье. Он просто вас переоденет в другую славу. И ваше влияние, оно сильно умножится, очень сильно умножится. И вы будете делать того, чего вы никогда не делали. У вас появятся новые способности в Святом Духе. Спасибо тебе, Господь. О, благодарим тебя, Господь Иисус. Благодарим тебя, Господь Иисус. Аллилуйя. О, спасибо, спасибо, спасибо тебе, Господь. Я вижу, как видение, знаете, такое. Кто-то сражается со своим характером, возможно. Возможно, с характером. Наверное, да, какие-то внутренние эмоциональные какие-то переживания, кризисы. И вот вы как будто бы наручниками пристегнуты к батарее. У вас есть эмоциональные ограничения. Вы плачете перед Богом. Вы прямо, Бог, ну помоги, ба-ба-ба-ба. И я вижу такую картину. Вы рвете однажды вот эти вещи в силе Божьей. И стена, вместе с батареей стена падает. Из этой стеной я вижу множество людей стоит. Множество людей. И они вам аплодируют. Толпа людей. И они говорят вам. Потому что ты это сотворила и научилась от Бога. Ты на нас повлияла очень сильно. И через тебя Бог сильно нас одарил и благословил. Аллилуйя. Поэтому я кому-то хочу сказать. Вы плачетесь. Не пренебрегайте вашим сражением. Ваше сражение закончится великой победой. Аллилуйя. И вы будете благословением для многих людей. В этом вы двигаетесь. Аллилуйя. Кто-то в деньгах. Кто-то еще в чем-то. Двигайтесь. Ваши победы и ваш успех будут для всех людей очевидными. Очевидными. Спасибо тебе, Дух Святой. Аллилуйя. Благодарим тебя, Господь Иисус. Аллилуйя. Спасибо. Спасибо тебе, Господь Иисус. Спасибо. Я слышу слово «неожиданность». Неожиданность. Помните, написано в «деяниях» «вдруг». Вот там такое слово «вдруг». И сошел, начал шум. Вдруг. Я просто вижу, кто-то в своем обычном христианстве движется. Записывает там что-то из Библии у себя. Переписывает. Какие-то пророчества переписывает. Так усердно что-то делает. И в принципе-то уже балдеет от того, что Бога любит и наслаждается. Уже балдеет. Уже классно. Просто супер. Я вижу неожиданно, как Иисус приходит и появляется. Вот. Неожиданно. Я просто вижу, как Бог мне показывает. У многих, вообще у многих людей. Ваше естественное преобразится в сверхъестественное. Потому что я вижу, как Иисус, как будто то, что вы делаете, и то, в чем вы учитесь, Он это уполномочит силой. Вообще силой уполномочит. Он наделит вас властью делать то, в чем вы были научены. И вы будете делать. И в этом будет плод и результат. И вы скажете спасибо, Господь, что то, чему ты меня учил, я это сейчас делаю. И у меня есть сверхъестественный результат. Я еще раз слышу слово. Значимость судьбы и значимость божественных событий для вашей жизни. Благодарим тебя, Господь Иисус. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. О, спасибо тебе, Господь Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Еще слышу слово потоп. Хороший такой потоп. Вот никогда такого не пророчествовал. Помните, но его потоп был, да? Там с неба реки лились. Земля отдала воду. Короче, кругом. И вот мне сейчас Бог говорит слово Россия и потоп. Везде вода. Святой Дух кругом начинает двигаться. Знаете, мы с каждым уже не понимаем. Сверху он, снизу приходит. Он везде просто. Везде кругом. Слава Божия. Вот эта слава будет висеть на нашей земле. На славянских народах, в церквях. И ее будет очень много. И люди будут прямо жаждать Бога. Вот я прямо вижу массовое спасение, массовое спасение людей. И оно будет набирать обороты. Боже мой. В это трудно поверить. Но когда тебе это Бог говорит, это правда. Я когда раньше пророчество, Люба говорил, ну классно. А недавно ей Бог сказал. Я говорю, ты теперь поняла, о чем я говорил? Она говорит, вообще поняла. Когда тебе Бог открывает, это реально становится вообще. Поэтому надо верить. Так и будет. И это не за грамм. Это приходит в нашу жизнь. Церковь, поторопись. Время коротко, дни лукавые. Поторопись. Идти в значимость божественных вещей. Познавай своего Бога. Продолжай. Аминь. Аминь. Слава Богу. Спасибо, Негара, за то, что выслушали сегодня меня. Все потерпели. Аминь. Спасибо большое. Понимаю. Ну что, до следующих встреч. Да, спасибо. Спасибо. Завтра с утра рано выезжаем в Башкирия. Там служение будет тоже. Движуха. Дайте вам движение духа Башкирии. Да. Слава Богу. Шалом, овцевые мои друзья. Просто я очень прилип к вам. Очень уважаю Ценюни Гару. Кто бы меня где ни приглашал, в будущем моя родина шалом. Запомните. Аминь. Моя родина, это шалом. Это шалом. Это шалом.